Япония и православие. Разве это совместимо? Но сегодня я расскажу о человеке, который соединил эти два понятия. И за эту миссию его жизни мы можем называть его святым. Речь пойдет о Николае японском. Национальная религия Японии считается синтоизмом, но благодаря усилиям русского миссионера 46 тысяч японцев даже в наше время считают себя православными. Христианство по внутреннему настрою сродни борьбе самбо, самообороне без оружия. Христианство это борьба с самим собою, со своими пороками, недостатками, страстями, с грустью и печалью, недомоганием и унынием. Это воспитание в себе самодисциплины, собранности и, конечно же, любви. Православный христианин тот же воин. Именно путь стойкого воина напоминает жизнь святителя Николая Японского, который трудился на своем поприще в Японии. Он настолько почитаем этим народом, что японцы даже отказываются передать мощи святого России, считая их своим народным достоянием. Великого пастыря в Японии чтят не только православные. Иван Дмитриевич Касаткин. Именно такое имя при рождении получил отец Николай. Родился 1 августа 1836 года в селе Береза Бельского района Смоленской губернии в семье церковного служителям. Мать умерла рано, когда мальчику было всего 5 лет. Отца мальчик любил и пронес эту любовь через всю жизнь. Уже ставший священником, Николай заботился об отце до самой смерти, ежемесячно отдавая ему часть своего жалования. Несмотря на бедность, мальчика отдали учиться сначала в районное духовное училище, а затем в смоленскую семинарию. В 1856 году он завершил свое обучение в Смоленске и поступил в Петербургскую духовную академию, которую блестяще закончил в 1860 году. Иногда самые верные решения мы принимаем интуитивно, как божью подсказку. Именно таким оказалось спонтанное решение Николая поехать в Японию в качестве настоятеля местной церкви. В год окончания академии он случайно увидел в одной из комнат объявление о том, что требуется настоятель храма при русском консульстве в городе Хакадате. После непродолжительных раздумий он объявил ректору о своем желании отправиться в Японию в качестве проповедника. Решение было принято и 21 июня 1860 года юношу постригли в монашество и нарекли именем Николай. Ему было 23 года. Тем же летом он отбыл в путь. Дорога до Японии была долгой и трудной. Николай фактически проехал всю страну. Урал, Сибирь, Дальний Восток, где на перекладных, где пешком, преодолевая огромные расстояния. И только спустя год, 14 июня 1861 года на военном корабле он прибыл в японский порт Хакадате. Николай был полон сил и представлял Японию невестой, ожидающей его с трепетом и с любовью, открывающей ему свои объятия. В своих мечтах он видел, как тысячи японцев проникаются идеями православия и христианской мудрости. Но по прибытию его ждало разочарование и суровые испытания действительностью. В те времена Япония была довольно закрытой страной, а отношение японцев к любым иностранцам было крайне недоброжелательным и враждебным. Убийства иностранцев на почве культурных и религиозных разногласий в те времена в Японии были обычным делом. В стране восходящего солнца властвовало культ синтаизма. Проповедь же христианства и вовсе каралась смертной казнью. Рядовые обыватели смотрели на христианство, как на секту, в которой могут состоять только самые отъявленные злодеи. Не стал исключением и отец Николай. Высокий, под два метра ростом, крепкого сложения, статный Николай в глазах японцев был подобен былинному богатырю. Черты лица его тоже были крупными, во взгляде его чувствовала сила. Поскольку он ходил в длинной черной рясе, то многих местных жителей раздражал только один лишь внешний вид православного священника. Вот как сам Николай вспоминал первые свои годы в Японии. «Тысячи наговоров выливают тебе в уши, и это каждый день и час, и наяву, и во сне, и дома в келье, и на молитве в церкви. Много нужно силы душевной, великое углубление религиозного чувства, чтобы побороть все это». Но Николай был упорен в своем рвении, доброжелательно относясь ко всем ему встречающимся людям. Он стремился как можно глубже познать и изучить японскую культуру. Подолгу он общался с местным населением, узнавал об укладе и самобытности японских жителей. Поступил на курсы японского языка и в течение 8 лет упорно занимался его изучением. Впоследствии он практически в совершенстве стал владеть японским языком и по воспоминаниям современников знал культуру и историю японцев даже лучше, чем сами коренные жители. Именно это глубокое понимание и уважительное отношение к культурному наследию Японии помогло ему в дальнейшей просветительской работе. Первым обращенным в православие японцам стал Такума Савабе 1835-1913 годы жизни. Бывший самурай, жрец старого синтоистского храма в Хакодате. Японец постоянно сталкивался с Николаем со злостью и ненавистью, смотря на чужеземца. Как гласит предание, он пришел в дом Николая с мечом, чтобы убить православного монаха. Но Николай японский спросил самурая, справедливо ли осуждать то, чего ты не знаешь, и предложил ему послушать о сути православной религии. Самурай в силу своей мудрости согласился и решил послушать его. Слова Николая потрясли его настолько, что он достал бумагу и перо и принялся записывать, после чего их встречи и беседы стали регулярными, и сам Такума глубоко проникся идеями православной религии. Начал тайком изучать Евангелие во время жреческих служб в синтоистском храме. Вскоре Савабе привел к Николаю двух своих друзей, врачей Сакая и Урано. В апреле 1868 года иеромонах Николай тайно крестил трех друзей в своем кабинете, после чего они покинули Хакодаты. Именно тогда, за пять месяцев до наступления эпохи Мэйдзэй, эпохи просвещения, начала зарождаться японская православная церковь. В 1869 году Николай отправляется в Россию для того, чтобы подать прошение об открытии в Японии русской духовной миссии. Его ходатайство было удовлетворено самим императором. В 1870 году отец Николай вернулся Хакодаты уже в сане Архимадрита, возглавив русскую духовную миссию в Японии. Николай принялся за создание духовной семинарии, катехизаторской школы, стал издавать первые в Японии русские журналы, такие как православный вестник на русском и японском языках и уранисики, что в переводе означает скромность. Эти журналы знакомили японских читателей с историей, культурой и литературой России. Кафедральный собор в честь воскресения Христова, построенный им в Токио, до сих пор называется собором Николая, что по-японски звучит как Никарайдо. Собор был построен на добровольные пожертвования русских и японцев. Какими человеческими качествами обладал Николай Японский? Вот как описывает отца Николая, близко знакомый с ним востоковед Поздеев. Вместе с мягкостью он был железным человеком, не знавшим никаких препятствий, практичным умом и администратором, умевшим находить выход из всякого затруднительного положения. Вместе с любезностью в нем была способность быть ледяным, непреклонным и резким с людьми, которых он находил нужным воспитывать мерами строгости, за что-либо карать или останавливать. Вместе с общительностью в нем была очень большая, долгим опытом и горькими испытаниями приобретенная сдержанность, и нужно было много времени и усилий, чтобы заслужить его доверие и откровенность. Наряду с какой-то детской наивностью веселого собеседника в нем была широта идеалов крупного государственного ума, бесконечная любовь к родине, страдания ее страданиями и мучения ее мучениями. Широкие святые идеалы, железная воля и неистощимое трудолюбие. Вот сущность архиепископа Николая. Главным делом святителя, начатым еще в Хакодате, был перевод на японский язык Евангелия и других богослужебных книг. В течение 30 лет ровно в 6 вечера в келью Николая входил его постоянный сотрудник по переводам Павел Накай. Садился на низенький табурет рядом с епископом и начинал писать под его диктовку. Работа продолжалась обычно 4 часа и заканчивалась в 10 вечера. Таким образом, благодаря отцу Николаю впервые в истории японцы получили возможность изучать Евангелие и священное писание на своем родном языке. В годы русско-японской войны святитель Николай принял трудное для себя решение – остаться в Японии и продолжать выполнение просветительской миссии. Вот как он вспоминал об этом времени. «Досели я молился за процветание и мир японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я как русский подданный не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к своей родине и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране. Воевать с врагами не значит ненавидеть их, а только защищать свое отечество». В годы войны усилиями Николая Японского также было создано общество поддержки русских военнопленных. Они получали посильную духовную и материальную помощь со стороны православной церкви. Деятельность Николая во время русско-японской войны была высоко оценена не только в Японии, но и в России. Редкий такт и мудрость, проявленные им в эти годы, заслужили небывалое уважение в глазах японского общества, что, безусловно, послужило хорошим подспорьем в дальнейшем распространении православия по всей территории Японии. Любимым детищем святителя была семинария для подготовки церковнослужителей из местного населения. Учиться в семинарии было очень престижно. Многие министры Японии приходили к святителю с просьбой о принятии их детей в учебное заведение. Отец Николай в ходе русско-японской войны увидел, что японские солдаты превосходили русских в рукопашных схватках без оружия и решил для учеников в своей семинарии, в числе которых были и русские дети, устроить уроки дзюдо. Начались эти уроки в 1908 году, а годом ранее, в 1907 году, в числе учеников святителя Николая оказался сахалинский сирота Василий Ощепков, впоследствии ставший родоначальником отечественного дзюдо и одним из основателей борьбы самбо. Николай явно отмечал сахалинского сироту. В дневниках его имя встречается чаще других и только в положительном контексте. Он доверял ему проводить экскурсии по Токио с русскими туристками и весьма лестно отзывался о сахалинце в газете «Россия». Преподаватель дзюдо с разрешения отца Николая, разглядевшего в семинаристе Ощепкове особые способности, направил подростка в институт дзюдо Кадакан в Токио. Это была элитная закрытая школа боевых искусств, где Василий оказался единственным русским учеником. Никто из поступавших вместе с Василием товарищей не выдержал суровых дзюдоистских испытаний. Все оставили Кадакан. Епископ Николай благословил мальчика на этот путь, прозорливо предугадывая, насколько пригодится этот опыт в жизни ученику. 15 июня 1913 года Ощепков получил первую мастерскую степень – первый дан и подпоясал свое кимоно черным поясом. Вскоре он сдал экзамены на второй дан. Ощепков стал первым русским и четвертым иностранцем, заслужившим степень мастера под дзюдо Кадакан. Вернувшись в Россию, Василий Ощепков создал более совершенную прикладную борьбу, которая впоследствии получила название самбо. Таким образом, святитель Николай стал причастен к судьбе основателя русского стиля борьбы самбо Василия Ощепкова. В настоящее время в России проводится международный фестиваль боевых искусств кубок равноапостольного Николая Японского. Вскоре Николай Японский становится известен во всей Японии и почитаем многими японцами как святая личность. Архиепископа Николая почитали не только христиане, но и принадлежавшие любым другим религиям. После императора не было в Японии человека, который пользовался бы таким уважением, такой известностью, как он, глава русской духовной миссии. Современникам Николая неоднократно приходилось быть свидетелями того, как простые японцы, совершенно незнакомые Николаю, с шумным восторгом приветствовали его на улице и их мощная Бонзай Никарай, частенько раздавалось в японских кварталах. А милые японские дети постоянно окружали его кольцом и как бабочки на огонь вихрем неслись навстречу суровому на вид, но с добрым, ласковым сердцем святителю. Один из протеереев, посетивших те времена Японию, отмечал. Не было человека в Японии после императора, который пользовался бы в стране такой известностью. В столице Японии и Токио не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово – Николай. И буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался Николай. И место миссии также Николай. Даже само православие японцы называли именем Николай. Помимо миссионерской деятельности, отец Николай проявил себя и как незаурядный исследователь, оставивший в своих дневниках уникальные этнографические материалы о Японии, зафиксированные им во время своих многочисленных путешествий по стране, от деревни к деревне, где жила его паства. Публикации его огромного дневника, которые он вел на протяжении всей своей жизни, в настоящее время издаются в пяти томах и охватывают полный период его пребывания в Японии. Читая изданные дневники Николая Японского, можно заметить, как много он размышлял о том, что же является определяющими факторами в миссии распространения православной религии. Одним из главных факторов он считал открытые и доверительные беседы простых людей, прихожан, со священником. Личность священника, по его мнению, играла определяющую и главную роль в решении о принятии человеком православия, являясь примером христианской добродетели для всех прихожан. Несомненно то, что и он сам являлся примером такой личности, мудрым, сильным, глубоко понимающим, с любовью и добротой готовым донести до людей каноны православия. После себя святитель Николай оставил собор, восемь выстроенных храмов, 175 церквей, 276 приходов, а общее количество японцев, принявших православие, на тот момент составляло около 30 тысяч. Он заложил прочную основу японской православной церкви. В личном же владении он оставил только несколько предметов довольно изношенного гардероба. Отец Николай скончался на 76 году своей жизни, на 52 году своего служения церкви, на 51 году со времени своего прибытия в Японию. Представьте, 51 год назад на момент смерти в Японии не было христиан, а в этот день они тянулись бесконечно лентой с пальмовыми ветвями в руках проститься со своим учителем. Сам император Японии прислал ко гробу отца Николая великолепный огромный венок живых цветов, внутри которого были два больших иероглифа. Высочайший дар. Похороны совершались при громадном стечении народа, как христиан, так и прочих японцев и иностранцев. По распоряжению императора его похоронили на одном из лучших кладбищ Токио Янака. Николай Японский был причислен к лику святых почти через 60 лет после своей кончины, 31 марта 1970 года, как равноапостольный святитель, просветитель всей Японии. При канонизации за свою миссионерскую деятельность в Японии он получил наименование равноапостольного. Это один из величайших духовных титулов. Когда во время канонизации верующие хотели перенести его святые мощи в собор, японские власти не позволили им это сделать, сказав, что святой Николай принадлежит всему японскому народу, независимо от вероисповедания, и останки его должны остаться на народном кладбище. Мощи равноапостольного Николая и по сей день покоятся на токийском кладбище Янака. Но некоторые излеченные частицы их все же находятся в разных храмах мира. Николая Японского сейчас почитают во всем мире. Ему молятся о покровительстве миссионеров, просвещении неверующих, укреплении служителей храма, а также о помощи в учебе и изучении иностранных языков. Память святителя чтят 16 февраля, в день его отхода в мир иной. Продолжайте знакомиться со святыми личностями вместе с нами. Учитесь и перенимайте качество характера лучших. До встречи в следующем выпуске.